Здравствуйте, хотела бы поблагодарить за предоставленную возможность выступления и хотела бы сегодня сделать небольшой доклад на тему возможности иммунотерапии при беклеточном остром лимфобластном лейкозе у детей. В настоящее время острый лимфобластный лейкоз занимает ведущее место по частоте встречаемости в структуре детских онкологических заболеваний. И, к счастью, 85-90% пациентов достигают полной ремиссии. Однако до сих пор остается вопрос, что делать в тех 10-15%, когда мы диагностируем рецидив или когда на фоне проводимой терапии первой линии диагностируем переченно-рефрактерное течение острого лимфобластного лейкоза. В этой ситуации для пациентов вот этой небольшой когорты используется высокодозная химиотерапия второй линии и с последующей ТГСК. Однако, к сожалению, до сих пор высокодозная химиотерапия по разным причинам остается не всегда эффективна, может приводить к развитию достаточно тяжелых токсических осложнений, что в последующем для нас, для врачей-гематологов и для тех, кто в последующем берет таких детей на трансплантацию, к сожалению, по определенным причинам из-за возникновения токсичности у нас увеличиваются сроки или мы думаем о том, как мы можем минимизировать токсические эффекты для проведения дальнейшей терапии. И на сегодняшний момент именно в детской практике используются и одобрены в применении два препарата для иммунотерапии у детей – табленатумумаб и натазумаб-азагомицин. Хотела бы немножко рассказать о них. Эти препараты также используются и в нашем центре. Прошу прощения. Используются в нашем центре. Пока что, скажем так, о каких-то статистических данных. Мы проводим пока еще эту терапию и делать выводы пока рано. Но препарат «Бленатумумаб» представляет собой бесспецифическое одноцепочное антителоконструктор, который связывается в единый синапс с кластером дифференцировки 19+, и CD3-т-лимфоцитов. В результате такого объединения лимфоциты высвобождают протеолитические ферменты и провоспалительные ферменты, которые участвуют в лизисе опухолевых клеток-мишеней. Одни из наиболее важных – это интерлекин-1, 6, 10, интерферон-гамма и фактор некроза опухоли. Хотелось бы напомнить о том, что кластер дифференцировки или CD19-рецептор представляет собой транспембранный гликопротеин суперсемейства иммуноглобулинов, который экспрессируется на поверхности Б-лимфоцитов на всех стадиях созревания, практически в 100% при Б-клеточном лимфолейкозе. Он также экспрессируется как на ранних, так и на более продвинутых стадиях созревания. Таким образом, с учетом понимания этих факторов, он является одним из наиболее идеальных таргетных препаратов в настоящее время для терапии резистентных или рефрактерных форм и при развитии рецидива Б-лимфобластного лейкоза. Также хотелось бы еще немножко поговорить о механизме действия CD3-лимфоцит, который активируется блинатумумабом, то есть он впоследствии активации освобождается от кластера дифференцировки 19 клетки-мишени, и таким образом он вступает в следующий контакт, который приводит с несущей CD19-маркер клеткой, таким образом это вызывает апоптос опухолевой клетки. И имеются данные о том, что CD19-молекулы блинатумумаба обладают большим сродством в сравнении с CD3-клетками, что может обусловить высокую эффективность препарата даже при низком количестве CD3-лимфоцитов. Дело в том, что существует исследование, как правило, блинатумумаб является... Мы его используем в практике трансплантационной после проведения цитродуктивных протоколов с использованием высокодозной химиотерапии, и в результате такой химиотерапии происходит уменьшение количества кластеров дифференцировки CD3+. И были исследования, которые показали, что при заборе на ранних стадиях CD3-лимфоцитов с последующей их доливкой на определенных этапах и подготовке пациентов к трансплантации при одновременном использовании блинатумумаба также повышают возможность достижения ремиссии у пациентов высокой группы риска. Препарат был использован впервые в 2014 году и был использован для лечения рецидивных и рефракторных форм острого лимфобластного лейкоза. Есть несколько исследований, которые доказали, что при фенегативном рефракторном б-клеточном лейкозе он повышает достижение ремиссии и последующую возможность проведения трансплантации более чем у 80% пациентов. Учитывая риски синдрома выброса цитокинов и нейритоксичности, в настоящее время используется ступенчатое использование препарата блинцита. В первый день мы начинаем, как правило, с 9 мкг в сутки в течение первой недели и с 8 суток увеличиваем дозу препарата до 20 мкг в сутки в течение последующих трех недель. То есть, итого, общий курс терапии данного препарата занимает 4 недели. Но вот в своей практике я бы хотела сказать, что у пациентов, которых мы используем этот препарат, наверное, крайне низкого количества пациентов мы видели синдром выброса цитокинов, несмотря на проводимые мероприятия для профилактики данного синдрома. Но при оказании вовремя помощи это было купировано, и пациенты чувствовали себя хорошо. И также все пациенты, у которых мы использовали данный препарат, они у нас в последующем получили трансплантацию и достигли ремиссии. Также есть данные исследовательской группы Тауэр, где напрямую оценивалась эффективность блинтому маба по сравнению с обычно используемой схемой химиотерапии. В этом исследовании были как дети раннего возраста, так и взрослые пациенты для лечения рефрактерных форм острого лимфобластного лейкоза. Сюда вошли 405 пациентов, то есть это такое большое, хорошее исследование. И оно подтвердило, что при иммунотерапии блинтому мабом у пациентов даже с рефрактерным течением и рецидивом бэклеточного лимфобластного лейкоза приводит к значительно более длительной выживаемости по сравнению с традиционной высокодозной химиотерапией второй линии. С июля 2017 года FDA и Медицинское европейское агентство одобрили применение и использование препарата блинтому маб для лечения как взрослых, так и детей с рецидивными рефрактерными формами лимфобластного лейкоза. И с 2018 года также есть исследования, которые подтвердили, разрешили к использованию данный препарат для достижения МОП-негативного статуса. Второй препарат, который в настоящее время одобрен и разрешен в детской практике для терапии первого или второго рецидива, даже у пациентов, которые получили первую трансплантацию, но, к сожалению, у них возник рецидив, является препарат, торговое название Беспонса, Международное инотезумаб-азогомицин. Это моноклональное антитело, которое связано с таким агентом калихиомицином. В результате этого соединения расщепляются нити ДНК в лейкемической клетке. И CD22 является антигеном на поверхности большинства нормальных и экспрессируется в более чем, практически в 100% случаев лейкемических клеток. Что говорит также о его высокой афинности и хороших... В надежде есть уже много исследований, которые показывают достаточно хорошие результаты при наличии CD22-маркера у пациентов данной группы. Данный препарат используется в качестве монотерапии с рецидивирующими или рефрактерными формами лимфобластного лейкоза. И также есть исследования, которые показали хорошие результаты, в том числе и у взрослых пациентов с фипозитивным баклеточным лейкозом из клеток предшественников при использовании у взрослых пациентов, когда было неэффективное использование ингибиторов тирозинкиназа. Стандартная доза терапии как для взрослых, так и для детей. Общая доза является 1,8 мг на м2 за весь цикл. Препарат вводится в виде одночасовой инфузии. В первые сутки используется 0,8 мг. И в последующие на 8 и на 15 сутки по 0,5 мг на м2. Одни из основных, также побочных эффектов использования данного препарата – это синдром выброса цитокинов, который достаточно неплохо купируется. Но у своих пациентов я при использовании этого препарата еще не встречала ни разу с данной проблемой. Также по литературным данным описаны случаи синдрома лизиса опухоли, которые также в некоторых центрах были купированы. В последующем пациенты вышли в ремиссию, получили трансплантацию. И гематологические проблемы. Чаще всего вызываются тромбоцитопени и нейтропени, которые у нас достаточно хорошо поддаются коррекции, терапии. Если говорить о собственном личном опыте, про эндозума, пазогомицин, каких-то выраженных побочных токсичных эффектов я не видела. Также есть литературные данные о том, что при использовании именно данного препарата повышается и у тех пациентов, которые получили, была достигнута ремиссия, высший риск развития веноокклюзионной болезни. Читала исследование одного из наших российских детских центров. Вот это небольшое исследование проводили около 10 человек, и у одного ребенка была вызвана в последующем при трансплантации веноокклюзионная болезнь, которая, к сожалению, привела к летальному исходу. В остальном все достигли ремиссии и получили трансплантацию. И, скажем так, наверное, подводя итоги, одни из основных показаний для проведения иммунотерапии, и, в частности, для использования этих препаратов у детской когорты, это рецидивный первый или второй рецидив бэклеточного лимфобластного лейкоза, рефрактерные формы, моп-положительный статус, и также в качестве бридж-терапии, да, или такого мостика для проведения последующей трансплантации гемпатических стволовых клеток. И одним из показаний, да, является терапия спасения при рецидивных формах. Это уже, как правило, когда после второй, первой или второй трансплантации, это более редкие ситуации. В качестве терапии спасения также может быть использована данная терапия. Спасибо за внимание.